АПЛОДИСМЕНТЫ 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 И буквально, ну как буквально, да, уже на третьем курсе, в конце третьего курса, я решил бросить университет и поступил в театральную академию на актера. И тогда я уже понял, что да, вот это, конечно же, мое, и мне нравится, у меня получается. И таким образом меня вот привело в эту профессию. Музыка вызывала у меня живой интерес. Единственным источником музыки у нас в доме был маленький радиоприемник. Я часами сидел возле него и слушал музыку. Абсолютно любую музыку. Это спектакль не просто биография известного человека, выдающегося. А вот он пошел туда, а там произошло это. А потом у него это достижение, а потом еще другое. А тут его не любили. Не об этом. Суть в том, что каждый человек должен постараться выбраться из своей внутренней коробочки своих убеждений, своих понятий. Это путь к мечте. Это путь, ты движешься к своей звезде. Это как раз история, которая показывает, что это возможно. Что человек может и должен двигаться к тому, что у него внутри, что у него в душе. Для чего он рожден. Это путь такого человека. И с чем сталкивается такой человек, который делает такой выбор. И даже не один, а множество выборов. А мы делаем выборы каждый день. И каждый человек идентифицирует себя с этими событиями, с этим выбором, с этими трудностями. Это близко всем абсолютно. Потому что это важно для каждого человека. Я приезжал сюда. Мы привозили сюда первую часть спектакля «Прыжок в свободу». Сегодня она будет в двух частях. Первая, в первый акт, который длится где-то примерно час. И второй акт, это продолжение на Западе, что же произошло дальше. И было знакомство только, к сожалению, с публикой. Потому что часто мы приезжаем на спектакль и уезжаем после него. Поэтому в город мы так вот вокруг театра походили, увидели его. Нам понравилось. Но чтобы раскрыть и получить более глубокие впечатления, конечно, здесь нужно пожить или хотя бы остаться на недельку. Публика каким-то удивительным образом имеет некое такое коллективное, бессознательное. И она ему подчиняется. И это выражается в реакциях. К критике я относился очень тяжело, очень сложно и болезненно до определенного момента, который наступил не так давно. Но и связан, конечно, с внутренней жизнью своей, с внутренними переживаниями. А прежде всего оно связано с принятием себя. То есть, когда ты себя принимаешь, когда ты принимаешь все свои хорошие стороны, не очень хорошие и совсем плохие стороны, ты принимаешь, что это есть, и ты многообразен в своем проявлении, то критика уже на тебя не влияет так сильно. Тебя это, конечно, задевает, особенно несправедливая критика. Но серьезных корректив в твоем движении, в твоем пути оно уже внести не может. Ты уже идешь целенаправленно. Но у меня вопрос к критикам. Критик тоже зритель, только очень странный. Критик пришел, чтобы покритиковать тебя, например. И это тоже очень часто встречается. И вот здесь я считаю, что должна быть ответная реакция. Она у меня есть. Потому что если критик меня критикует, почему я не могу покритиковать критика? Я написал статью «Критика на критика». И в каждом спектакле практически у меня есть фраза о критиках. И я вот эту шпильку вставляю во всех моих работах. Это искусство, которое настолько уже зарекомендовало себя во времени, что мы его называем классическим. Другой вопрос, что нам портят восприятие те же журналы, телевидение, вот эти музыки. Я тебя любила, я тебя разлюбила, я тебя не любила. И ты понимаешь, что никакой информации не несет это псевдоискусство. Оно просто тебе создает какой-то шум в голове. И дальше создается некий бренд известного артиста, который ничего не несет со сцены абсолютно. Он пустой, но нас приучают к этой пустоте. То есть мы послушали эти бит, бит там, вот бьет там, тух-тух-тух. Мы пошли в какой-то резонанс, посидели, и нам кажется, что мы полезно провели время или отдохнули. На самом деле мы получили еще порцию шума в голове. И сейчас нам нужно учиться заново воспринимать это. Человек все может, если захочет. Часто он просто не хочет. Или он хочет то, что ему показывают в каком-нибудь модном журнале, там, глянцевой. Там, машина, дача, квартира и прочее, и так далее. Человек начинает хотеть вот этих картинок, получая этот дом или дорогую машину. Я когда купил себе дорогую машину, прям, которую я хотел. Крутая машина. Через неделю я понял, что и чего, ну, то есть, ну, машина, ну, удобно, ну, я езжу на ней. Ну, у меня уже такого, ну, это просто средство передвижения, да, просто дорогая, она удобнее, чем какая-то недорогая. И часто человек не обращается к своим внутренним потребностям, желаниям, которые исходят из его души, из его предназначения. Твоя задача и задача каждого человека понять свою сущность, свой внутренний мир и его реализовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok